Первый этап игры Arctic Hero – фитнес-битва состоялась на Рьенмаре в это воскресенье. 17 команд встретили в зале дюц-лидер. Главное в этих соревнованиях не победа, а участие. Ведь организаторы спортивного мероприятия уверены, Arctic Hero – это возможность испытать себя, проверить свои внутренние резервы, преодолеть сомнения и страхи, поднять боевой дух. Подробности далее. 17 команд, а это более 100 участников. Среди них профессиональные спортсмены, любители и совсем новички в мире фитнеса. Все они готовы проявить свои способности. Команды выступают в категориях. Корпоративный старт – от организации или учебного заведения. Командный старт – просто товарищеские объединения. И профессиональный старт – команды от спортивных клубов и федераций. Команда наша, наша команда организации, дюц-лидер. У нас все тренера, один тренер, она нас интересовал, Галина Добрычева. Она нас собрала, обзвонила, предложила такую интересную идею. Мы согласились, выходной день развеяться, объединиться. Это скручивание, вот это ноги. И отжимание очень тяжело. Это надо оттуда, сразу туда, нагрузка очень сильная. Ноги уже вот так вот, бежишь, лишь бы не упасть. Очень тяжело, а так очень интересно. Наша телерадиокомпания тоже не осталась в стороне от спортивной битвы. Собрала свою команду – север. А что? Бегать с микрофоном, носить камеру со штативом? Вот и тренировка на силу и выносливость. Раньше, ну, лет пять назад в округе проводились для разных организаций различные соревнования, где можно было просто выстрелить от своего предприятия. И как-то, ну, тут командный дух, и, как это сейчас модно говорить, давно уже такого не было. И клево, конечно, что появилось. В первом этапе фитнес-битвы командам предложены восемь испытаний. По мнению организаторов, справиться с которыми доступно абсолютно каждому. За выполнением заданий каждого из участников следят судьи. Ну, конечно, сложно. Тут больше, наверное, даже переживают, чтобы у всех все получилось. Тут основная задача данных соревнований – это людей, наверное, привлечь к спорту как-то. То есть это каждый преодолевает себя. Тут медали получат все. Все нормально будет. Пока участники Arctic Hero отжимаются и приседают, балконы разрываются от эмоций. Болельщики поддерживают свои команды как могут. Соревнования Arctic Hero проводятся в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт. Норма жизни», а также молодежного форума, который проходил в Наринмаре в течение трех дней. На площадке ЗОЖ 25 молодых ребят прошли подготовку в качестве тренеров и сегодня на соревнованиях они в числе организаторов. Что для нас самое главное, чтобы эти ребята после вот этого обучения в дальнейшем в регионе могли самостоятельно проводить мероприятия именно общественные. Например, может быть, кто-то из них станет тренером дома своего, да, и между домами в регионе будут какие-то проводиться фитнес-битвы. Может быть, кто-то станет тренером какого-то определенного района, и в дальнейшем эти ребята смогут привлекать как можно больше людей к здоровому жизни. Состязание Arctic Hero включает в себя три этапа. Следующий – подвиги. Пройдет 30 марта также в закрытом помещении. А 15 сентября на фестивале здоровья и спорта состоится гонка по пересеченной местности «Герои Арктики». По итогам первого этапа битвы героев все без исключения участники получили медали. Кубки же достались в корпоративных стартах команде «Гвардия», в командных – ворошиловским стрелкам, а в профессиональных – арктическим волкам. Кроме того, в рамках мероприятия был установлен новый рекорд в спортивной истории округа. Участники Arctic Hero присели более 5200 раз.